Мы с вами можем исполнить человеческие мечты. Вот здесь на ёлке честно написанные письма. Вместо новогодних игрушек на ёлке конверты. С каждой минутой их становится всё меньше, а вот подарков под ёлкой всё больше. Организаторы акции ещё в 2015 году и не предполагали, что она получит столь активное развитие. Становится большее количество участников. Наше новогоднее дерево, на котором находятся конверты, она пополняется с каждым годом всём большим количеством обращений. И поверьте, каждому этому обращению находится добрый человек, который эту мечту осуществляет. В отличие от многих других акций, исполни видную мечту проходит без всякого налёта грусти. Ведь настоящая радость – это когда делишься ею с другим человеком. Письма, хоть и обращены к Деду Морозу, их настоящий адресат – сердца неравнодушных людей. Эта акция сегодня, она не только для того, чтобы исполнить мечту. Наверное, в очередной раз зажечь сердца людей, проходящих здесь, в этом торговом центре, людей, чтобы они остановились и задумались. Но, наверное, можно всё-таки позволить один раз в год кому-то сделать небольшой подарок. Все эти подарки скоро окажутся в руках тех, кто писал свои послания. Детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Говоря о мероприятии, участники пытаются подобрать только самые лучшие слова. Оно очень хорошее, доброе, позитивное. Я думаю, что детишки будут очень довольны получить подарки. Выступления творческих коллективов Ленинского района, игры с клоуном Алексом, памятные фото, мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек – всё сделано, чтобы и привлечь внимание посетителей центра к акции, и развеселить публику. Клоун нас позвал, сказал, приходите, мы сейчас покормим детей и придём. Мы пришли, мы сами захотели. Видите, как замечательно. Мы развлекаем детей в двух одной день. Стать добрым волшебником в огромном торговом центре несложно, но иногда в конвертах оказываются желания, которые относительно трудно исполнить. Одно из них попалось главе Ленинского района Олегу Хромову. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Мариан. И если я всё-таки заслужила подарок, пожалуйста, исполни мою мечту. Я давно и сильно хочу посмотреть представление на сцене Большого театра. Этот подарок, конечно, уже не купишь в магазине. Тем не менее, сказано, сделано. Благодаря современным технологиям покупка билета в Большой театр – дело пары минут. Я смотрю то, что самое ближайшее есть на спектакль – это на 3 января опера «Гай и Герда». Останется вернуться домой, распечатать соответственно электронный билет. Мы вложим в конверт и с поздравлением от Деда Мороза, безусловно, у Мариан появится возможность, чтобы её мечта сбылась. На ёлке не село 80 конвертов с пожеланиями. Все мечты сбылись. Хотя авторы писем пока об этом и не знают. Волонтёры, участники Молодёжного совета при главе Ленинского района в течение предновогодней недели в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек развезут подарки по адресам. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Сергей Ларин. Фидное ТВ.